Диагноз в терминальной стадии рака может быть ошеломляющим, вызывая сложные эмоции и неопределенность как у пациентов, так и семей. Обеспечение реалистичных ожиданий имеет решающее значение для поддержания в это сложное время. Вот такие медицинские работники могут расширить возможности пациентов. Открытое и честное общение. Прозрачность относительно прогноза и потенциальных результатов важна. Используйте понятный язык, чтобы объяснить ограничения лечения и ожидаемое течение болезни. Участливое слушание. Создайте безопасное пространство для пациентов, чтобы выразить свои надежды, страхи, ожидания. Признайте их эмоции и поддерживайте их чувства, предоставляя реалистичную информацию. Сосредоточьтесь на качестве жизни. Перенесите внимание из лечебных методов на полиативную помощь, которая предпочитает комфорт, облегчение симптомов и благополучие. Установление реалистичных целей. Поощряйте пациентов ставить достижимые цели в соответствии с их ценностями и предпочтениями. Помогите им определить приоритеты важнейших в контексте их болезни. Поддерживающие консультирование. Предлагайте эмоциональную поддержку и консультирование, чтобы помочь пациентам и семьям справиться с трудностями в терминальной стадии рака. Полезным может быть обращение к специалистам по психическому здоровью или группам поддержки. Будьте дисциплинарный командный подход. Сотрудничайте с командой специалистов, включая онкологов, специалистов по полиативной помощи, социальных работников и поставщиков духовной помощи, чтобы удовлетворить все аспекты потребностей пациента и семьи. Регулярная переоценка. Постоянно оценивайте понимание и принятие пациентам своего прогноза со временем. Будьте готовы корректировать планы общения и лечения при необходимости. Уважение автономии. Уважайте полномочия пациента принимать решения и дайте ему возможность сделать осознанный выбор в своем лечении. Предлагайте помощь, не навязывая убеждений или суждений. Надежда с реализмом. Хотя взращивание надежды важно, сосредоточьтесь на реалистических формах надежды, таких как поиск моментов радости, укрепление отношений и максимизация комфорта, а не на фальшивых обещаниях лечения. Предварительное планирование медицинской помощи. Поощряйте пациента принимать участие в обсуждении планирования медицинской помощи раньше времени, включая предварительные указания и назначения доверенных лиц, чтобы обеспечить соблюдение их пожеланий, если они станут недееспособными. Используя такой сострадательный подход, Вы можете предоставить пациентам с незречимой стадии рака и их семьям возможность пройти тяжелые путешествия с достоинством, комфортом и акцентом на качестве жизни. Спасибо за лайки и распространение видео.